Садхгуру, в наше время мы наблюдаем появление большого числа духовных гуру. Я — искатель, находящийся на духовном пути. Как мне распознать своего гуру? Если вам удалось встретить в своей жизни хотя бы одного, только одного, это очень большая удача. Не знаю, где вы видели большое их количество. Просто любой, кто прочитал две главы из Бхагавадгиты, может стать гуру. Любой, кто знает одну главу из Библии, может стать гуру. Любой, кто прочитал полкниги, может стать гуру. Если вы говорите о таком, это другое. Или любой, кто хочет дать вам надежду, что я позабочусь обо всём в мире, к несчастью принимается за гуру. На планете было слишком много таких людей, особенно в Индии. Они обещали нам, «Не волнуйтесь, я здесь, всё будет хорошо». Не так ли? Веками они заявляли об этом. Не так ли? Но у людей как были сложности повседневной жизни, так и остались. Они усыпали вас своими благословениями. Но по-прежнему в этой стране половина населения голодает. По-прежнему мы даже не знаем, как обеспечить наши основные жизненные потребности. Не так ли? Когда вы говорите гуру, вы говорите о целом балагане, о самых разных людях, которые предлагают утешение. Тех, кто предлагает утешение, в лучшем случае можно назвать святыми. В них есть что-то приятное. Это приятные люди. Они гораздо приятнее, чем обычные люди на улице. У них хорошие намерения. Хорошие намерения и приятная натура не делают вас гуру. Наверное, мы можем назвать такого человека святым. Гуру не обязательно приятен. Видите, я не такой. Ему не обязательно быть приятным, потому что он не намерен быть с вами милым. Он намерен пробудить вас, а не усыпить. Если я с вами очень мил, то вы почувствуете себя счастливыми и заснёте. Гуру — это тот, кто потревожит вас самые фундаментальные аспекты. Он перевернёт все виды умозаключений, которые вы сделали в своей жизни. Он не даст вам спать. Он не даёт утешения. Он здесь для того, чтобы помочь вам в вашем освобождении. Утешение — это способ выжить на планете, не так ли? Да? Психологическое утешение — это всего лишь ваше психологическое выживание, не так ли? Если вас интересует только выживание, вам не нужно искать гуру. Вам нужно искать того, кто даёт утешение. Вы ищете гуру только когда вы готовы пробудить себя, когда вы готовы трансформировать себя, когда вы готовы отбросить свои ограничения и перейти в другие измерения жизни. Если такое желание ещё не появилось, можете даже не беспокоиться о гуру. Сходите в кино, поужинайте как следует, прогуляйтесь по пляжу. Это поможет. «Как мне распознать моего гуру?» Вам не нужно искать своего гуру. Просто усиливайте жажду внутри себя. Когда вы опознаете подлинную боль незнания, когда вы опознаете боль невежества, тогда гуру появится. Вам не нужно искать. Даже если я увижу его, как я его распознаю? Если вы сядете рядом с ним, то всё внутри вас должно ощущать угрозу. Вы хотите убежать, но что-то продолжает притягивать вас к нему. Вы не хотите быть там, но что-то в вас продолжает притягивать вас в этом направлении. Тогда мы можем предположить, что это ваш гуру. Если вы не чувствуете себя под угрозой, если вы чувствуете себя с ним очень комфортно, тогда это не ваш гуру. Может быть, это ваш друг. Может быть, он хороший человек. Может, вы должны просить его благословения, но он не ваш гуру. Потому что если вы будете выбирать, вы выберете то, что вам нравится. Не так ли? Да? Если вы выбираете, что вы выберете? То, что вам нравится. Что вам нравится? Вам нравится то, что поддерживает ваше эго. То, что ранит ваше эго. Вам не нравится. Тот, кто поддерживает ваше эго, ваш друг. Не так ли? Тот, кто топчет ваше эго, это ваш враг. Не так ли? Так что если ваш гуру — это еще один из тех, кто поддерживает ваше эго, тогда как гуру он никуда не годится. Если вы сядете рядом с ним, вам должно быть не по себе. Но если вы все равно чувствуете притяжение к нему, тогда он ваш гуру.